Берлин, май 1945 года. Во время обыска в бункере Гитлера наши контрразведчики обнаруживают весьма важные документы, которые впоследствии помогут раскрыть многие тайны Третьего Рейха. Особый интерес представляет толстая папка под названием «Специальный разыскной список для СССР». Открыв её, эксперты увидели сотни имён и фамилий. Напротив каждой – подробное описание человека, чем занимается и чем опасен для Третьего Рейха. Согласно планам Гитлера, все эти люди объявлялись его личными врагами и подлежали физическому уничтожению. Одним из первых в огромном списке, наряду с именами руководителей Советского Союза, значилось и имя диктора Юрия Левитана. У меня в руках уникальная открытка, которую в год 30-летия Победы Юрию Левитану прислал бывший фронтовик. На ней изображено двухэтажное здание, расположенное в немецком городе Веймар. А на обороте надписи. «Уважаемый товарищ Левитан, знаете ли вы, что в этом здании для вас предусматривалась персональная виселица рядом с виселицами для Сталина и Молотова?» Во время войны Левитан был широко известен по обе стороны фронта. Его сообщения слушали и наши, и немцы. Но что удивительно, голос диктора, которого Гитлер объявил своим личным врагом, знали все. А вот самого Юрия Левитана не знал никто. Почему же Гитлер так боялся этого человека, о котором до сих пор известно не больше, чем о каком-нибудь засекреченном разведчике? Почему в СССР диктора всесоюзного радио оберегали не хуже вождя народов? «Солица нашей родины Москва!» В чем феномен Юрия Левитана, которого власть придержащие любили так же сильно, как и ненавидели? Смотрите далее. Почему имя советского диктора Левитана было внесено в расстрельный список Гитлера? Выбить этот голос, который пользовался авторитетом, сломать этот стержень морально-боевого духа, это было важно для гитлеровцев. Какая миссия была возложена на Левитана во время войны? Не зря же его называли голосом Сталина. Как верили Сталину, так верили Левитаны. Как спасали главный голос страны? И откуда на самом деле передавалась знаменитое «Говорит Москва?» Очень важно было сохранить голос Москвы, потому что для советского народа было важно, если говорит Москва, значит, Москва жива. Утром 22 июня 1941 года в квартире Юрия Левитана раздается телефонный звонок. Его срочно вызывают на работу. Такое случалось и раньше. Главный диктор всесоюзного радио озвучивает самые важные новости. По этой причине он редко отлучается из Москвы и даже живет в самом начале Тверской рядом с центральным телеграфом, где располагаются дикторские кабины. Когда он в спешке заходит в здание центрального телеграфа, ему передают запечатанный конверт с текстом. Вскоре из репродукторов раздается его голос. «Граждане и гражданки Советского Союза!» И вдруг неожиданно смолкает. В воздухе повисает пауза. Он писал о том, что у него комб гордый стоял. Он не мог сразу это прочитать. Ему пришлось перебарывать себя для того, чтобы сделать это вполне профессионально, как он делал это всегда. Ему было, конечно, очень тяжело. Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. На следующий день в военкоматах по всей стране выстраиваются очереди. Добровольцам идет записываться и Юрий Левитан. Но его не берут на фронт. Главный голос страны слишком важен для борьбы на другом фронте, информационном. В день, когда немецкие войска должны были перейти границу нашей страны, Гитлер планировал выступить перед немецким народом по радио. Фюрер заочно назвал свою речь исторической. Он сам ее подготовил и неоднократно репетировал в присущей ему истерической манере. Но в последний момент под влиянием эмоций он решает изменить свои планы. 22 июня в 3 часа утра, сгорая от нетерпения, Гитлер является в Ставку, чтобы лично контролировать нападение на СССР. Текст своего радиообращения он поручает читать рейкс-министру пропаганды Геббельсу. Геббельс зачитал речь Гитлера. В этой речи традиционно во всем виновата Великобритания, которая заключила с Советским Союзом военно-воздушное соглашение. Правда, об этом соглашении ничего не известно. Это прямая ложь Гитлера. Гитлер также упоминает и о том, что якобы советские летчики беспрепятственно летали над немецкой территорией. Вообще-то мы знаем, что это было наоборот. Не советские летчики летали над немецкой территорией, а немцы над советской без каких-либо препятствий. Ложь всегда была основой немецкой пропаганды, а радио ее главным орудием. К началу Второй мировой около 70% немецких семей имели радиоприемники. В то время как в СССР они были большой редкостью. Слово фюрера «В каждый дом». Под таким девизом внутри Германии вела пропаганду специально созданная Палата радиовещания, перед которой Гитлер также поставил задачу идеологической обработки населения других стран. По началу у Палаты радиовещания бытовал проект создать мощнейший радиопередатчик на тысячу киловатт. Он был бы мощнейшим для Германии, но надо сказать, что в Советском Союзе уже действовал радиопередатчик мощностью 1200 киловатт. Это радиостанция говорит Москва. И нацисты хотели как-либо конкурировать с ним. Однако такой мегапроект не удался. И вместо этого гитлеровцы создали сеть маленькую. По мере того, как в Европе разгорается война, многочисленные нацистские радиостанции появляются на захваченных немцами территориях. В начале Великой Отечественной в Советском Союзе на регулярной основе начинают вещать три радиостанции из Берлина. Сидящие у микрофонов русскоговорящие дикторы пытаются дискредитировать советское руководство и запугать граждан мощью немецких войск, призывая их сдаваться и переходить на сторону Германии. И просто откровенно лгут. Смотрите далее. Почему Гитлер и Геббельс решили захватить советского диктора живым? Какую конспирацию для Левитана придумали сотрудники НКВД? О чем сообщала таинственная радиостанция, вещавшая в Берлине? Борьба с немецкой радиопропагандой началась в первые дни войны. 25 июня 1941 года выходит постановление Политбюро, обязывающее всех граждан СССР сдать радиоприемники в пятидневной срок отныне. По законам военного времени приемники разрешено использовать исключительно для коллективного слушания радиопередач в строго определенные часы. Вот один из самых популярных в те годы радиоприемников 6Н1 выпущенный на Воронежском заводе электросигнал. Назначенный час вокруг него собирались десятки человек и гадали какую новость какую или хорошую на этот раз сообщит товарищ Левитант. 26-дневные бои за город Ельня под Смоленском закончили с разгромом дивизии Советским гражданам разрешают оставлять в домах только так называемые черные тарелки ретрансляторы которые могут принимать одну единственную волну. На ней голосом Левитана вещает радиостанция «Говорит Москва». Главного диктора страны слушают повсюду на фронте и лут. Какую бы новость он не сообщил радостную или трагическую его звенящий металлом голос всегда полон силы надежды и веры в победу. «Наши войска полностью полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск окруженных в районе Сталинграда». Одному из командующих Рокоссовскому принадлежит фраза что голос Левитана стоит нескольких дивизий. Он действительно мог поднимать в атаке людей. Несколько раз были свидетели живые тому как радиоприемники стоящие при фронтовой полосе поднимали людей в буй. Но, как выясняется, Левитана внимательно слушают и по другую сторону фронта. Руководители Третьего Рейха, знающие толк в радиопропаганде, очень быстро понимают, что советский диктор может свести к нулю все усилия вермахта. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Гитлер впервые услышит голос Левитана сразу после вторжения в СССР. Ни слова не понимая по-русски, фюрер упорно вслушивается в спокойный, но при этом волнующий голос, как будто пытается раскрыть его секрет. «Наши войска сломили сопротивление противника окруженного...» А после раздраженно спрашивает, кто это читает. Узнав имя, фюрер приказывает внести его в расстрельный список своих личных врагов. Вторым в этом списке значится Сталин. Но Гебельс предлагает иной сценарий взять Левитана живым и доставить его в Берлин. Были сведения о том, что в Москву забрасывались целая группа диверсантов для того, чтобы уничтожить Левитана. И даже награда была назначена за его голову, но здесь суммы разнятся. В каких-то данных написано, что 100 тысяч рейхсмарок, в других данных 250 тысяч. То есть его оценивали очень-очень высоко. По тем временам это была внушительная сумма. За 250 тысяч рейхсмарок в Германии можно было купить особняк. Из архивных документов известно, желающих получить столь щедрое вознаграждение было немало. 5 июля 1941 года. Секретно. Наркому государственной безопасности СССР Меркулов. В ночь с 3 на 4 июля сего года в районе села Константиново перехвачена диверсионная группа в составе 8 человек, переодетых в форму командиров Красной Армии. Группа имела целью проникновение в город Москва для осуществления диверсионного акта в помещении Московского радио. По задумке Геббельса и Гитлера плененный и доставленный в Берлин Левитан должен был объявить о падении Москвы и капитуляции советского правительства. Такое сообщение воодушевило бы немецких солдат и посеяло панику в рядах красноармейцев. Время шло, а Левитан и Гитлеру так никто и не предъявлял. У немцев не было даже фотографии советского диктора. Они не знали, как выглядит человек, которого во что бы то ни стало надо было предъявить фюреру. В начале войны Юрию Левитану всего 26 лет. Он был худощав, при этом довольно высокого роста, скопной непослушных темных волос. Трудно было найти человека, внешние данные которого так не соответствовали бы его голосу. Однажды во время одной послевоенной встречи с ветеранами один из ветеранов ему сказал, вот знаете, во время войны я слушал голос вашего отца, он звал нас к победе, он мне очень нравился, мы им очень благодарны. И тогда Левитан своим голосом произнес несколько фраз из обычного своего выступления в годы войны, и тогда люди были очень удивлены, когда поняли, что это не отец Левитана, а что это был он сам. Его не знали действительно в лицо. Советское руководство, узнав о том, что за диктором ведется охота, приказывает взять его под особую охрану. Кроме того, НКВД начинает намеренно распространять ложные слухи о внешности Юрия Борисовича. По версии чекистов, диктор Левитан это пожилой, полный, сидеющий блондин с серыми глазами. О нем мало что говорилось в советской прессе. Если присутствовали какие-либо изображения, то они фотографии были фальшивыми. Никто не знал его лица за исключением узкого круга коллег. Гитлер ждет, когда ему доставят Левитана. Главный голос Кремля должен замолкнуть немедленно и навсегда. Фюрер уверен, если прямо сейчас одержать победу в информационной войне, то победа над СССР последует незамедлительно. 22 июля 41 года с четырех аэродромов оккупированные к тому времени Белоруссии в ночное небо поднимаются две сотни бомбардировщиков Люфтваффе. Их цель Москва. Летчикам дано особое поручение во что бы то ни стало уничтожить московский радиоцентр. Это был страшный бомбовый удар на Москву. Одна бомба попала в один театр, в другой, то есть на глазах разрушались именно какие-то важные культурные объекты. И бомба попала в радиокомитет. Спустя несколько минут в эфире немецких радиостанций раздаются радостные возбусы. Большевистский радиоцентр разрушен, Левитан убит. Левитан действительно находился в радиоцентре во время бомбовых ударов. Он даже слышал, как взрывали снаряды рядом со зданием. Но по какой-то счастливой случайности упавшая на радиоцентр бомба не взорвалась. Она застряла в канализационном люке. Есть описание, что якобы потом, когда наши ее разминировали, специалисты, то они нашли записку о том, что вот мы с вами. И речь шла о том, что где-то на заводах в Германии антигитлеровские какие-то там группы сопротивления изготовили вот такую не разорвавшуюся бомбу. Об этом Левитан узнает только через два дня. А пока его срочно перевозят из здания радиоцентра в резервную студию. Через 15 минут после налета на Москву главный диктор страны снова у микрофона. Говорит Москва! Говорит Москва! Голос Москвы снова слышен всюду. Жители Советского Союза понимают если Левитан в эфире значит столица жива выстояла. Гитлер же вынужден смириться с провалом. Вдобавок к этой неудаче у нацистов вскоре появляется еще один повод для негодования. В эфире главной радиостанции вещающей в Германии вдруг начинает происходить что-то невероятное. 16 августа 1941 года в дневнике рейхсминистра пропаганды Геббельса следующая запись. Некто скорее всего из Москвы врезается в эфир немецких выпусков новостей и кричит это ложь гитлер-убийца. Подобные выкрики вклиниваются во время пауз между новостными сводками по нескольку раз в день и выводят Геббельса из себя. Запеленговать эту неизвестную радиостанцию было невозможно. Это были короткие буквально несколько секунд выкрики комментарии в радиоэфир. Первый день это был шок. Второй день когда повторились те же самые интервенции в радиоэфир Геббельс был уже вне себя от ярости. Была поставлена задача выследить этот приемник. Люфтваффе получила команду сразу же нанести массированный авиаудар по тому квадрату где будет выявлена эта радиостанция. Но поймать ее не удавалось. Спустя две недели загадочная радиостанция умолкла так же внезапно как и появилась. До сих пор остается загадкой откуда она вещала. Странное совпадение в то время как нацисты сбиваются с ног в поисках радиоливерсантов Юрий Левитан ненадолго пропадает из эфира. Его тайно перевозят в Свердловск. Оставлять диктора в Москве становится слишком опасно. К тому же столица больше не может оставаться главным радиальным центром. Подмосковные радиовышки служат идеальными ориентирами для фашистских самолетов. Их приказано срочно демонтировать. Голос Москвы нужно было переносить куда-то в более безопасное место. Речь шла сначала о Куйбышеве, но там к тому времени во-первых еще не была достаточно подготовленная радиостанция. Во-вторых, более безопасным местом посчитали Урал. Его отправили вслед за сокровищами Эрмитажа. То есть ценность Левитана оценивалась примерно вот как картины из Эрмитажа. Мог ли представить весельчак и балагур Юра Левитан, когда в 30-м году приехал в Москву из родного Владимира, что станет таким нужным для страны человек? Особенно если учесть, что биография у него по тогдашним меркам не была безупречной. Смотрите далее. С каким дефектом речи боролся будущий главный диктор страны? Как была организована жизнь Юрия Левитана в Свердловске? Чем закончились попытки нацистов подделать голос Левитана? Настоящее имя Левитана данное его при рождении Ютко Беркович Левитан. Вот метрика, выданная новорожденному общественным раввином города Владимира в молитвенном доме. Ютко Левитан был только лет до пяти, а потом стал Юрием. Во всех анкетах Левитан указывал, что он родом из рабочей семьи, хоть это было совсем не так. Отец Левитана был знаменитым во Владимире портным. Он руководил собственным ателье, приносившим солидный доход. До революции он шил модные костюмы для богатых клиентов. У отца была артель, он не один был портным, у него были наемные люди, хотя он скрывал, что они наемные и везде говорил, что это его родственники, которые помогают ему в его ремесле. Вот наверное поэтому Левитан считал, что лучше указывать в своих анкетах, что он из семьи рабочих. В Москву Юрий Левитан приехал сразу после окончания школы. Планы у него были грандиозные. Он мечтал стать знаменитым актером, таким же, как и его кумир Василий Качалов. Но вступительный экзамен провалил. Приемная комиссия посчитала, что он не обладает ярко выраженной актерской харизмой. К тому же у Левитана был сильнейший Говор. И когда Левитан собирался уже возвращаться во Владимир, ему на глаза попалось объявление о наборе учеников в школу радиодикторов. Кто такие радиодикторы, он тогда еще не знал, но пошел на удачу и его туда приняли. Конечно, благодаря голосу. Голос красивый, голос сильный. Дикции не было никакой. Был чудовищный окающий Владимирский Говор, от которого потом пришлось избавляться и по воспоминаниям самого Левитана ему было сказано «Голос у тебя прекрасный, но нет никакой культуры. Становись культурным человеком». Левитана принимает в группу стажеров радиокомитета, но втайне он мечтает об актерской карьере. Для этого Левитана работает с педагогом, читает скороговорки, в буквальном смысле стоя на голове и всеми силами старается избавиться от ненавистного оконья. Все время, где бы он ни был, он занимался техникой речи, он занимался аканьем, говорит, Москва, где бы он ни находился, если идет такой басовитый голосовой фон, то это значит где-то Левитан. И как знать, как сложилась бы его дальнейшая судьба, если бы в январе 1934 года не заболел диктор. И Левитану, который к тому моменту уже вполне сносно декламировал стихи и прозу, доверяют прочитать в ночном эфире свежие выпуски правды. Это был технический эфир. Таким способом передавались тексты завтрашних газет в самые отдаленные уголки страны. Но случилось так, что именно в эту ночь Сталин допоздна засиделся в кабинете, работал над докладом. Услышав голос по радио, Сталин сделал звук громче. Сталин услышал Левитана и буквально через несколько минут после его выступления звонит председателю радиокомитета и приказывает о том, чтобы выступление Сталина, которое он сейчас работает по радио, зачитывал тот же самый диктор, который только что диктовал новости для правды. Так буквально в одно мгновение решилась его судьба. На следующий день 19-летний Левитан в течение долгих пяти часов читает доклад Сталина в прямом эфире. Он ни разу не сбивается и не совершает ни единой ошибки. Так фактически за одни сутки Юрий Левитан становится главным голосом страны. За глаза его называют голосом Сталина. С осени 41-го по весну 43-го года Левитан находится в Свердловске. При этом вся страна уверена, что он по-прежнему в столице. Его знаменитое «Внимание, говорит, Москва» звучит из подвала Свердловского радиокомитета на улице Радищев. Даже в тыловом городе диктора берегут, как зеницу окра. Он постоянно находится под неусыпной охраной, соблюдая требования чекиста, никому не называет своего настоящего имени и меняет голос разговоров с посторонними людьми. Живет Левитан в специально построенном для него домике рядом с радиокомитетом. Он даже не мог выйти на улицу перейти дорогу, условно говоря, в магазин. Он мог выйти из этого домика, походить по внутреннему дворику, который охранялся несколькими сотрудниками НКВД. Ну, затем подняться в здание радиокомитета, собственно, в студию, где он записывал свои эфиры. Из студии, где работает Левитан, протянут кабель к самому мощному стороне возможной в мире радиопередачи. Совершенно передовые технологии тогда были подключены для того, чтобы из вот этой маленькой студии Свердловской сигнал мог быть передан сразу на несколько мощных станций в Новосибирске, в Красноярске, в Куйбышеве, еще в ряде городов. И таким образом немцы не могли запеленговать, откуда же реально исходит вот основной этот звуковой источник. О том, что Левитан в Свердловске не знает даже его жена Раиса. Он пишет ей письма, полные любви, как будто из Москвы. Его беспокоит, что супруга осталась одна на руках с новорожденной дочерью. Он познакомился со своей будущей женой в 40-м, может быть, в 39-м году, но поженились они в 40-м. Она была известной красавицей московской, но в этом не было ничего удивительного, потому что у него было уже к тому времени огромное количество поклонниц. Находясь в подвале без окон, почти все время наедине с микрофоном, Левитан мечтает скорее вернуться к своей жене и дочери. Он уверен, когда война закончится, его семейному счастью уже ничто не помешает, но его мечтам не суждено сбыться. Осенью 41-го года немецкие войска захватывают треть европейской части Советского Союза. На оккупированной территории гитлеровцы требуют сдать все радиоприемники за неповиновение расстрел. Но голос Левитана продолжает звучать на чердаках и в подвалах. Прочитанные Левитаном новостные сводки многократно переписываются и распространяются в виде листовок. Их текст начинается словами «Как сообщил товарищ Левитан». Представьте себе оккупированную территорию. Всюду ведется гитлеровская пропаганда из динамиков о том, что советская власть неминуемо падет в этих условиях и печатаются листовки. От имени кого говорить? Нужно, конечно же, два ярких символа. Один-два. И это, конечно же, или Сталин, или Левитан. Листовки Левитана попадают в руки Гитлеру, которого все больше раздражает человек, оказавшийся столь мощным противником в информационной войне. На одном из служебных заседаний фюрер предлагает «Раз мы не можем захватить советского диктора, мы обязаны хотя бы заполучить его голос». Министерство пропаганды тут же организует прослушивание русскоязычных дикторов. Но, оказывается, Левитана подделать невозможно. Его голос уникальный. Потерпев очередную неудачу, Геббельс уверяет Гитлера, что, несмотря ни на что, немецкая радиопропаганда сильнее советской. Ведь у Германии есть свой главный диктор, которому внимают все немцы, Ганс Фричи. Оба диктора и Левитана и Фричи одинаково известны каждой в своей стране. Но работают они совершенно по-разному. В отличие от Левитана, журналист Фричи пишет тексты радиосообщений сам. Но при этом никогда не бывает самим собой. В своих выступлениях он стремится быть похожим на фюрера, копируя его истеричные интонации. Лжет Фричи тоже подобно Гитлеру. И эта ложь в итоге становится фатальной для Германии. Гитлер и Геббельс как ни стараются не могут понять в чем сила советского диктора Левитана. Почему ему так преданно верят русские? Не знаю как его сердце выдерживало четыре года вот такое напряжение. Это огромное напряжение. Я знаю что такое микрофон. А тут на весь мир произносить такие слова, такие сообщения. Левитану нередко приходится выходить в прямой эфир со срочным сообщением, которое он не успевает прочитать заранее. В таких случаях он нарочито растягивает первые предложения, чтобы успеть пробежать глазами остальные. Ему важно понять, какую новость он сообщает, радостную или трагическую, чтобы выбрать верную интонацию. В архиве диктора сохранилась шпаргалка, которую он видимо написал самому себе. Убористым почерком Левитан изложил главные законы своей профессии. Уметь вникать в содержание каждой фразы, к каждому сообщению иметь собственное отношение и все время смотреть вперед, вести за собой радиослушателя, не отпуская ни на миг. Смотрите далее. Какой подарок Юрию Левитану передал Сталин? Почему передача долгожданного сообщения о победе оказалась под угрозой? Как сложилась жизнь легендарного диктора после войны? Прежде чем выйти в эфир с очередным сообщением, Левитан, если позволяет время, тщательно работает на тексту. Красным карандашом выделяет места, на которых нужно сделать особый акцент. А синим подчеркивает сложные слова. Расставлять красно-синие пометки Левитан начал в 1939 году. Тогда из Кремля ему прислали целую коробку карандашей, произведенных на фабрике Саку и Ванцетти. Это был личный подарок Сталина. Работая с документами, вождь пользовался точно такими же карандашами. Левитан никогда не рассказывал о своих встречах со Сталином. Хотя об одной из них доподлинно известно. Она произошла на 11-й день войны, когда верховный главнокомандующий решила выступить с речью после продолжительного молчания. Считается, что он был первое время в какой-то степени раздавлен тем, что такое нападение свершилось так вероломно, так неожиданно. 2 июля было принято решение о том, что Иосиф Заремович обратится к народу. Все оборудование привезли в Кремль, все было подготовлено для его выступления и вместе с техническими сотрудниками в этой студии его ждал Юрий Борисович Левитан. Они сидели рядом. Левитан, как обычно, начал радиотрансляцию со стандартной фразы «Внимание, говорит Москва». Потом объявил Сталина и тот зачитал свою речь. Прости, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота. Услышать сейчас эту и многие другие радиопередачи того времени невозможно. Во время войны радийщики работали только в прямом эфире. Все записи военных сводок Левитан сделал уже после войны, в том числе и запись знаменитого сообщения о победе. «Великая отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена». Я помню этот период, как вся Москва, как весь Советский Союз, наверное, да, да, точно, совершенно, высыпал, не вышел, а высыпал на улице, а Москва потекла к Красной площади. Я помню хорошо, как я шел в этой толпе москвичей радостных. Жара была, май. Все знают, ровно в полдень Левитан сообщит о победе и с нетерпением этого ждет. Левитан тоже спешит к микрофону, но не может добраться до здания центрального телеграфа. Левитан не мог пробиться в радиостудию, потому что Красная площадь была заполнена людьми, и даже конная милиция не могла освободить дорогу. Пять метров и все, дальше идти было невозможно. Ему говорили, куда ты, куда вы идете, подождите, сейчас Левитан будет читать заявление. И никто не мог поверить, что это действительно идет сам Левитан. Левитана спасло то, что в Кремле трудно изменится. Он будет постоянно разрываться между домом и работой. Левитан слишком востребован. Неудивительно, что в 47-м году его жена подала на развод. Она устала жить с известным человеком, которого почти не бывает дома. Он был слишком занят своей работой, а она как очень красивая женщина требовала все-таки много внимания к себе. Поэтому их разрыв, поэтому ее уход. На многие годы самым близким человеком для Левитана станет дочь Наталья, которую бывшая супруга оставила на его попечении. Левитан так больше и не женится. Хотя желающих связать с ним жизнь прекраснейших женщин он встречал немало. Каких только романов ему не приписывали, но все это было далеко от истины. Юрий Борисович побаивался женщин, потому что столько за ним ходило, такой был за ним шлейф и молодых, и средневозрастных дам, и поклонниц, что когда бывает обилие, волей-неволей побаиваешься, а как оно будет. Для жителей Советского Союза Юрий Левитан живая легенда. Со всей страны к нему приходят мишки писем от фронтовиков. Так у диктора появляется авторская программа «Говорят и пишут ветераны». Он сам читал приходящие к нему огромное количество писем, огромное перерабатывало это количество писем, писал сценарии, он и отвечал этим людям сам. Наверное, ни одно письмо, пришедшее в его адрес, не оставалось без ответа. Ветеранам Левитан относится с огромным уважением. Ведь в каком-то смысле он всю войну прошел с ними бок о бок. Диктор никогда не отказывается, когда его приглашают на встречи с фронтовиками. Вот и летом 83-го года, несмотря на жару и плохое самочувствие, он едет в деревню Прохоровку, рядом с которой состоялась знаменитое танковое сражение на Курской дуге. Там его попросили зачитать как раз те сводки, которые он читал в период сражений под Курской дугой. И он это сделал прекрасно. Он снова пережил этот момент. И все заметили, как в момент чтения его голос стал глушен. мечтал об актерской славе, радовался как ребенок. Он попросил в редакции экземпляров номера и потом раздавал их друзям со своим автографом. Спустя 40 с лишним лет работы у микрофона диктор Левитан наконец перестал быть только голосом. У него появилась биография. При этом он продолжал оставаться уникальной легендой Второй мировой войны. Редактор субтитров Корректор А.Егорова